Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы события. В студии работает Любовь Малышева. Память о страшной войне не может угаснуть. Она навечно вписана в историю нашей страны и каждой белорусской семьи. Сморгонщина помнит, вся Беларусь помнит, народ завоевал право на свободу. 21 июня вечером в Дендропарке было весьма многолюдно. Там прошла акция «Боевой расчет», посвященная 83-й годовщине подвига героев-пограничников в первых боях Великой Отечественной войны. У памятного знака стражам границ Беларуси собрались администрация района, духовенство, руководство силовых структур, а также военнослужащие учебного центра Института пограничной службы. Сегодня для нас особый смысл и вес обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность к присяге и народу. Убежден, что свою независимость и территориальную целостность мы все вместе защитим, если потребуется, а пограничники сделают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались неприкосновенностей. Вы – настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. Пусть будет ясным и мирным небо над нашей Родиной. Присутствующие поименно вспомнили 50 погибших в первые дни Великой Отечественной войны пограничников Белорусского пограничного округа. Они погибли, но не сдались. Символично, что портреты героев в этот день в руках держали молодые пограничники. Ведь те, кто ушли из жизни – яркий пример для подражания нынешнему поколению. Как нужно беречь свою Родину и как нужно ее защищать. 21 июня 1941 года пограничники на боевом расчете не знали, что это будет их последний мирный боевой расчет на последующие 4 года. Им пришлось встать на пути вероломного врага. Лейтенант Растребин, капитан Безин, старший лейтенант Науменко, бригадный комиссар Верещагин, младший лейтенант Головненко. Память в наших сердцах. Такие патриотические акции не дают белорусам забыть о событиях многолетней давности. На Сморгонщине инициатором акции стал начальник учебного центра Института пограничной службы Республики Беларусь Сергей Антонюк. Сегодня стороны Запада пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и выставить Советский Союз как агрессора. Мы, белорусы, мирный дружелюбный народ, мы никогда ни на кого не наступали, мы не были агрессорами, мы испокон веков защищали свою территорию. И чтобы не повторилась эта кровопролитная война, мы должны довести до своих детей ту правду, которая была на самом деле. Первыми приняли удар фашистских войск пограничные заставы от Балтийского до Черного морей. 485 пограничных застав не отступили без приказа. Пограничники показали силу и мужество советского народа в первых днях боевых. С целью увековечения памяти наших дедов и прадедов в 2016 году было начато проведение акции «Боевой расчет». «Боевой расчет» – это ритуал, который проходит ежедневно в 19 часов на каждой пограничной заставе, где до всего личного состава доводятся боевые задачи на определенные сутки. В окончании мероприятия присутствующие почтили память героев, отдавших свои жизни за мирное небо минутой молчания, и возложили к подножию памятного знака венки и живые цветы. Сегодня, как и тогда, пограничники в наши дни надежно стоят на охране рубежей Родины. 83 года назад началась Великая Отечественная война. Каждый метр нашей земли стал символом мужества и силы духа народа. Знать об этом и передавать из поколения в поколение память – наш долг. В минувшую субботу митинг «Реквием» собрал сморгонцев у памятника погибшим воинам и партизанам. Представители нескольких поколений пришли отдать дань уважения всем, кто не вернулся с поля боя. Ровно 83 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Были нанесены массированные удары по военно-стратегическим объектам и многим городам. 22 июня в рамках Дня Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа по всей стране прошла всебелорусская минута молчания. Не исключение и Сморгонский район. Долгих 1418 дней и ночей советский народ шел к победе. 27 миллионов человек не вернулись с поля боя. Но всегда будет жить память о тех, кто отстаивал нашу страну. Кто погиб, защищая вечный огонь жизни. Никто не забыл, ничто не забыто. В этот день памяти и скорбы мы слоняем головы перед общением погибшими в жесткой падке с врагом. Перед поколением советских людей, принесших нам победу и подаривших нам будущее. Мы никогда этого не забудем и не позволим забыть никому. Пусть будет ясным и мирным небо над нашей Родиной и над родной Сморгонщиной. Неугасимый огонь памяти горит в сердце каждого белоруса. Не зарастают дороги к памятникам, мемориальным комплексам, братским могилам. Живые цветы у подножий обелисков – символ уважения и благодарности за великий подвиг. Выездные курсы по теме управления закупками на конкурсной основе на минувшей неделе объединили представителей Ашмянского и Островецкого районов, а также наших земляков. Полученные знания в дальнейшем помогут уберечь предприятия и организации от нарушений законодательства в данной области. С 18 по 21 июня на базе жилищно-коммунального хозяйства проходили выездные курсы, в которых приняли участие руководители и специалисты экономических и юридических служб, а также материально-технического снабжения предприятий и организаций. Всего 55 человек. В связи с изменениями в законодательстве в области закупок в Гродницкий областной союз нанимателей обратилась одно из предприятий Сморгонского района с просьбой организовать проведение выездных курсов по повышению квалификации для специалистов предприятий и организаций, которые занимаются закупками и членов комиссии по закупкам. Мы пригласили в Сморгонь представителей учебного учреждения Витебский государственный технологический университет. Заявку отправили в университет на участие в этом мероприятии 17 организаций и предприятий Сморгонского, Ашмианского и Островецкого районов. Из них 14 организаций являются членами Сморгонского районного совета Гродницкого областного союза нанимателей. Такой формат обучения мы проводим со стороны Гродницкого областного союза нанимателей впервые. Для участников была подготовлена интересная и насыщенная программа. Спикеры не только делились информацией, но и подробно разбирали каждую отдельную ситуацию. Присутствующие могли в режиме реального времени получить ответы на интересующие их вопросы. Закупки равно продажи. Соответственно, эффективные закупки равно эффективные продажи. Эффективные продажи – это означает, что присутствует прибыль, присутствует развитие и региона, и личностное развитие, как минимум тех, кто занимается закупками. Также это влияет на потенциал республики, в том числе экспортный потенциал. И самое немаловажное, значительное – это развитие конкурентной среды. Совместно с Витевским государственным технологическим университетом мы проводим повышение квалификации во всех регионах Республики Беларусь. И на сегодняшний момент хочу сказать, что повышение квалификации с получением документа гособразца прошли более 6 тысяч специалистов. 26 июня в Беларуси отмечают День работника прокуратуры. Это ведомство – одно из старейших институтов государства, главная задача которого – служить закону, интересам страны и каждого гражданина. В преддверии профессионального праздника корреспонденты ОКС-ТВ пообщались с заместителем прокурора Сморгонского района Игорем Якимовичем. Меня зовут Якимович Игорь Александрович. Я заместитель прокурора Сморгонского района, юрист второго класса. Родился в городе Гродно, все свое детство и жизнь провел там. В 2014 году я закончил гимназию номер 3 города Гродно. В тот момент был выбор, куда поступать и определяться с дальнейшей своей будущей профессией и судьбой. Я решил, что всю свою жизнь с правом, а именно с правоведением, на тот момент поступил в 2014 году в колледж бизнеса и права «Гродненский филиал». Отучившись там два года, в 2016 году на сокращенную форму обучения я поступил в частное учреждение образования «БИП Институт правоведения». Закончив этот институт с красным дипломом, у меня уже был выбор, который я осознанно принял для себя. Учаясь в институте, на тот момент проходили мы практику и попав в органы прокуратуры, поняв какая здесь специфика и направление деятельности, чем занимаются прокурорские работники, я понял, что свою дальнейшую жизнь хочу связать именно с этой профессией. В первую очередь, конечно же, органы прокуратуры занимаются надзорной деятельностью, надзором за соблюдением законодательства всеми гражданами, субъектами. Мы, как прокурорские работники, чтим и требуем от других соблюдать требования законодательства, которые нам предписаны. В 2018 году я поступил как внештатный сотрудник в прокуратуру Гродненской области, где был распределен и закреплен за прокуратурой города Гродно. Будучи студентом и также внештатным сотрудником, два года я на постоянной основе подчерпал для себя новое знание именно в прокурорской деятельности. После окончания института, получения диплома, один год моей жизни был отдан армии. Я прошел службу в органах пограничной службы Гродненская пограничная группа. После этого, четко зная, что я хочу связать свою дальнейшую жизнь с органами прокуратуры, я пошел в прокуратуру Гродненской области, где и в дальнейшем был принят на работу в качестве стажера на должности помощника прокурора города Гродно и там стажировался. Стажировка проходила 6 месяцев, после чего мне уже было присвоено и класс начин, и должность как помощника прокурора города Гродно. С 12 июня 2023 года я уже назначен на должность заместителя прокурора Сморгонского района. На тот момент, когда уже было определено приказом генерального прокурора, что я занимаю должность заместителя прокурора, для меня это было как рывок в неизвестность. Я не знал, что меня здесь ждет, я ни разу не бывал в городе Сморгоне, но знал, что с опытным руководителем, который был также назначен, у меня никакие трудности не помеха. Прибыв уже в Сморгонь, понял, что этот город очень красивый здесь, добрые, отзывчивые люди, и для меня этот город не то чтобы вторым домом стал, но очень хорошим и дружественным приютом. Конечно, при таком большом количестве задач, возложенных на органы прокуратуры, свободного времени у нас минимум, но мы стараемся посвящать это свободное время, как, конечно же, своей семье и саму себе. Если уже непосредственно касаясь меня, то в свободное время пытаюсь и стараюсь посещать всякие различного рода тренажерные залы и спортивные массовые мероприятия, чтобы крепнуть не только умом, постигая гранит науки, но и также телом. Говоря о лозунгах и девизах, которые есть у каждого, у меня есть один очень хороший, который всегда идет со мной на пути. Это цитата одного из классиков. Это «Нет таких вершин, что взять нельзя». Эта цитата, она очень хорошо акцентирует свое внимание в деятельности прокуратуры. Прокурор всегда познает что-то новое для себя, всегда совершенствуется. С изменением законодательства прокурор в первую очередь должен сам изучить все изменения для того, чтобы в дальнейшем их применять на практике. Моей поседневной жизненной настольной книги является кодекс чести прокурорского работника, потому что в этом кодексе отражены все моральные качества, которые должен обладать прокурорский работник. В моей жизни был интересный случай. Будучи студентом, учащийся на втором курсе в институте, был один интересный факт. Это когда я выходил из дома уже ближе к вечеру, на лестничной клетке я обнаружил человека, который спал на пролете. Пытался его разбудить, но человек не приходил в чувства. Дома, может, ему плохо, может, требуется какая-то помощь, но понял, что человек очень крепко спит. Вот, выйдя на улицу, увидев сотрудников милиции, я сразу же обратился к ним и сказал, что в подъезде есть человек, который нуждается в помощи. Зайдя вместе с сотрудниками милиции в подъезд и указав на данного мужчину, мы его травем пытались разбудить, разбудили и увидели возле него небольшой сверток. Как в дальнейшем оказалось, это был сверток наркотического вещества, а именно гашиш. В дальнейшем отношение лица было возбуждено уголовное дело, по которому я проходил свидетелем и также был, допрашивался уже на тот момент коллегами в ходе судебного свидания. Для меня работа, это в первую очередь, возможно для самореализации, для подчерпания новых знаний, для себя, нахождения чего-то нового. И, конечно же, в первую очередь, это достичь истины и найти эту истину, которая кроется в мельчайших подробностях и деталях. Будучи прокурорским работником, в первую очередь, хочется помочь всем, кому можешь, все, которые обращаются в прокуратуру, найти ту иголку в стоге сена, которая решит любые трудности граждан и в дальнейшем поможет также и мне. По моему мнению, конечно же, в первую очередь, прокурорский работник для себя должен быть честным. Честным с собой, честным с гражданами и также честным перед законом. Состав прокуратуры Сморгонского района состоит из пяти оперативных сотрудников, на которые возложены очень обширные задачи, тем более при величине района. При сплоченности коллектива, при взаимопомощи, поставлении друг друга своего плеча и поддержки, мы выполняем все эти задачи честно. 26 июня прокурорские работники отмечают свой профессиональный праздник. Хотелось бы пожелать им продвижения по службе, достижения тех целей, которые они поставили для себя, а также не забыть ветеранов, которые отдали большую часть своей жизни, служа закону и народу. С 1 июля 2024 года вступят в силу новшества по больничным. Изменения по их оплате коснутся абсолютно всех работников и каждого работодателя. Подробнее в следующем сюжете. С 1 июля изменяется порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам. Согласно внесенным изменениям, пособия будут назначаться только по основному месту работы, с учетом заработка всех работодателей и при условии нетрудоспособности по всем местам работы. Пособия по месту работы на условиях совместительства будут назначаться только работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3 лет по основному месту работы, либо при отсутствии у работника основного места работы на дату наступления случая временной нетрудоспособности беременности и родов. Пособие по временной нетрудоспособности гражданам, имеющим страховой стаж 10 лет и более, будет назначаться в размере 100% с первого дня нетрудоспособности. Если страховой стаж менее 10 лет, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться в размере 80% среднедневного заработка. При этом сохраняется льготная категория получателей, которым пособие будут назначаться 100% независимо от страхового стажа. Это пособие по беременности и родам, пособие по уходу за больным ребенком, пособие лицам, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среднедневной заработок для исчисления пособия будет определяться, исходя из заработка за 18 календарных месяцев, предшествующих кварталу, в котором возникло право на пособие, в том числе за время работы по трудовым договорам у других плательщиков. В расчет среднедневного заработка будут включаться все виды выплат, на которые начислялись обязательные страховые взносы в расчетном периоде. Размер среднедневного заработка работникам будет рассчитываться Фондом социальной защиты населения на основании данных персонифицированного учета и предоставляться бухгалтерской службе по ее запросу через информационный ресурс «Личный кабинет плательщиков взносов», размещенным на корпоративном портале фонда. Наниматель не позднее двух рабочих дней со дня обращения работника за пособием формирует и направляет в Фонд социальной защиты населения запрос на получение сведений о периодах уплаты обязательных страховых взносов и размере среднедневного заработка. Запрос заполняется по каждому листку нетрудоспособности. С 1 апреля работодателям предоставлена возможность опробировать новый механизм взаимодействия с Фондом социальной защиты населения по назначению пособий по листкам нетрудоспособности. В личные кабинеты плательщиков были отправлены краткие инструкции по взаимодействию. Дополнительную информацию можно получить в Сморгонском районном отделе Фонда социальной защиты населения по адресу город Сморгонь, Ленина, 2 по телефону 406-87, 406-76, 406-86 и 407-32. В случае, если вам не выплатили детские пособия или не оплатили пособия по временной нетрудоспособности, вы можете позвонить на горячую линию по короткому номеру 122. Лето очень громко заявит о себе в ближайшие дни на территории нашего района. А связано это с антициклоном Бия, который с Балтики будет медленно смещаться на восток республики. Он разгонит облачность и воздушная масса будет быстро прогреваться. В ближайшие дни к нам придет настоящая жара. В среду 26 июня в ночные часы плюс 12-14. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. В четверг 27 июня в ночные часы плюс 14-16. Днем плюс 27-29. Небольшая облачность без осадков. Ветер восточный, слабый. С пятницу 28 июня ночью 16-18 градусов тепла. Днем столбики термометров достигнут 29-31 градусов тепла. Небольшая облачность без осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. По предварительному прогнозу, в субботу жару может сбить малоактивный, холодный атмосферный фронт. Местами по району могут отметиться грозовые дожди. Температура воздуха в дневные часы опустится до 24-26 градусов тепла. В воскресенье с ростом атмосферного давления вероятность дождей уменьшится, а столбики термометров повысятся до 25-27 градусов тепла. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова